Дорогие друзья, всем привет! Все знают серию Dive от Dynamic State. Это динамики, которые встают в штатные места по штатным даже фишкам. Ребята постарались и сделали очень интересный товар. Однако, вопрос, как же их лучше запитать? И на этот случай у нас появился вот такой вот усилитель. Dynamic State DMA-4.80. Он подходит, кстати, не только для товаров серии Dive, но и априори для динамиков, у которых номинальная мощность в районе 65-70 Вт. Потому что именно столько он выдает в 4 Ома на 4 канала. Если говорить про него самого, то с одной стороны видим фишку для подключения с предохранителем на 20 А, лампочкой Power и Protect. Кстати, здесь же указана вся распиновка. Это все видно, видно хорошо и прям удобно. С другой же стороны видим входы для подключения по низкому уровню, выход подключения по низкому уровню, плюс крутилки гейна и HPF попарно на 1, 2, 3 и 4 каналы. Сам по себе усилитель. Ну, вы видите его размер. Он маленький, прям такой скромняшка-милашка. Однако, по толщине неплохой и выдает очень даже качественный и чистый звук. Раз изначально создан для линейки Dive, значит качество будет на уровне. Внутри усилитель D-класса. И если говорить про комплект, то здесь вообще много всяких интересностей. Давайте откроем коробку и внутри мы с вами обнаружим сразу же вот что. Во-первых, ну понятно, транспортировочные нюансы. Наклейки от Dynamic State. Целых два вида. Вот такие вот. Лично я вижу впервые. Напишите в комментариях, если видели их раньше. Далее. Гарантийный талон. Стандартного формата для DST. Бумажка про разминку динамиков. Это стандартно везде, повсюду. И руководство пользователя. Оно на русском языке. И там есть полная инструкция по тому, как его правильно подключить, установить, настроить и пользоваться. Это прям круто. DST молодцы. Далее. Моток изоленты. Флисовый. Для того, чтобы всю вот эту огромную косу, про которую сейчас расскажем, можно было аккуратненько смотать. И она нигде не бренчала, не цокала, нигде ничего не рвалось. И все было надежно. Кстати, клеить она хорошо. Слушай, пакет, в котором был усилок. И сами выходы пар RCA. Вот на такой фишке. Тут ее видно. Их, если что, здесь, как и там на усилке, три штуки. Вот они все. Далее. Пакет с саморезами и предохранителем запасным. Ну и сама коса. С одной стороны у нас еврики. С другой стороны еврики. Тут же разъем для подключения самого усилка. Все хорошо. При этом есть даже отдельный вывод на ремоут, как вы сами видите. На самом деле, в плане комплектации DST здесь ни капли не прогадали. Есть все необходимого. Ничего лишнего нет. Все прям здорово. Вот эта изолента прям отдельно заслуживает уважения. В общем, если вдруг у вас произошло небольшое обновление штатной системы. И вам нужно, чтобы динамики раскрылись в районе 70-60 ватт. То вот этот вот усилок, который сейчас стоит около 11,5 тысяч рублей. И встает четко ваше штатное место в плане проводки. То есть на еврике. Это одно из, наверное, лучших решений в таком типоразмере. За такую стоимость. И с такой простотой и удобностью установки и настройки. в наличии в магазине Modern. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока.